Начинал свою трудовую деятельность Ревкат Хатмурин с должности агронома СПК «Алга», в которой проработал более 10 лет. Еще три года в управлении сельского хозяйства Краснокамского района и столько же в колхозе имени Ленина. Однако, по словам Ревкат Кавиевича, его сердце всегда принадлежало СПК «Алга». И в 2004 году он вернулся уже на должность председателя. В это время предприятие переживало трудное время. Принимал колхоз в марте месяце, в начале марта не было корма, скот, считаем, голодные были, семенного материала не было. Потом при помощи нефтяников, администрации района, нашли семена, корма, потом начали потихоньку-потихоньку подниматься. За эти годы, за 17 лет, производство молока увеличили где-то 2,5 раза. И урожайниц тоже подняли где-то 1,5 раза. Сегодня кооператив в числе лучших сельхозпредприятий Краснокамского района. Здесь завершается подготовка техники к началу весеннеполевых работ 2021 года. В гараже бригада специалистов устанавливает двигатель на КАМАЗ и подгоняет под него коробку передач. Рядом коллеги заканчивают ремонт трактора. А в мастерской слесари устанавливают лапы на культиватор и после вся прицепная техника готова к посеву. По словам руководителя хозяйства, работу выполняют сами механизаторы и делают ее на совесть. Мы готовимся сейчас на техосмотр. У нас плановый техосмотр поставлен на 23 марта. Мы так-то в итоге все успеваем, по-любому с вами работаем, так как у нас работа начинается уже с осени. У нас кадры для этого имеются, подготовлены. Все свои работы знают. У нас сейчас на данный момент к техосмотру почти 80-90% готовности техники. Руководитель планирует купить два трактора. Один немецкого производства, другой чешского производства. Поэтому не знаю, как там будет. Но в планах есть, да. Развивается и животноводство. Сегодня поголовье крупно-рогатого скота составляет более 2000 коров. Ежедневно здесь производится более 7,5 тонн молока. Надо отметить, что под руководством Ревката Хатмулина предприятие получило статус клеммзавода и сегодня является репродуктором коров черно-пестрой породы. К тому же это единственное хозяйство в муниципалитете, которое занимается искусственным осеменением. Так, за 2020 год приплод составил порядка 600 телят. Искусственное осеменение хорош тем, что можно получить, например, тебе, например, в октябре или в каком-то месяце нужно столько-то телят, например, ты можешь сделать синхронизацию половой охоты и получить побольше телят. В основном мы работаем, выявляем естественную охоту и осеменяем также. А телочек осеменяем только по синхронизации. То есть это позволяет предприятию стабильный приплод получать и молоко. И еще исключается имбридинг, родственные с паровыми. Поздравить с 60-летним юбилеем и лично вручить нагрудный знак за заслуги перед Краснокамским районом приехал глава. Рустам Мусин отметил, что СПК племзавод Алга всегда дает лучшие показатели по молочному, мясному скотоводству и растеневодству. А своим развитием и стабильной работой во многом обязан руководителю. То, что в районе такое хозяйство сохранилось, я считаю, что это чисто его заслуга. Потому что крепких хозяйств в районе было не одно, не два-три. Но сейчас самый крепкий, он как руководитель, СПК Волгана, у нас передали во всех направлениях. У нас все посеяно, поголовье самое большое у него, молоко самое большое у него, мясо большое у него. Поэтому понятно, что это рабочие места, это зарплата. И вот когда приезжаешь, хоть летом, хоть на животномочке объекты мы заезжаем, ну приятно на душе, да, Гмитрий? По словам Ревката Хатмулина, в этом не только его заслуга. На благо колхоза трудится свыше 130 человек и работа каждого приносит свои результаты. А в планах у руководителя СПК «Племзавод Алга» наращивать производство молока и мяса, а также расширять посевные площади и создавать новые рабочие места для сельчан. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Врем новостей».